Привет, друзья! Интересные факты. Если вы кошатник, вы купите для своего питомца красивый ошейник. Если вы рок-звезда, вы посвящаете им песни. И это именно то, что делал Фредди Меркьюри, который по жизни очень любил этих созданий. Говорят, что его любовь к кошкам началась в 1970-х годах, когда подруга Меркьюри Мэри Остин купила для них пару кошек – Тома и Джерри. По словам многочисленных биографов, включая его личного помощника Питера Фристоуна, когда Фредди гастролировал с Квин, он легко мог позвонить Остин, которая ухаживала за животными в его отсутствии, чтобы проверить своих маленьких тварей. «Как только он попадал в отель, мы созванивались, и он действительно разговаривал со своими кошками», – рассказал Фристоун. В своих мемуарах о Фредди Меркьюри он отмечает, что Мэри будет подносить Тома и Джерри по очереди к телефонной трубке, чтобы те могли услышать Фредди. Это продолжалось в течение многих лет и с другими кошками, обитавшими в его домах. По некоторым данным, у Меркьюри было около десяти кошек – Тиффани, Дороти, Делайла, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Ромео. «Его кошки были его семьей», – написал Фристоун, сказал, что Меркьюри позаботился о том, чтобы у каждой кошки был свой рождественский чулок, наполненный угощениями и игрушками. Джеки Смит, лидер официального клуба фанатов Куин на протяжении 21 года, сказала, «Большинство из них были взяты из приютов. У нас есть благотворительная организация под названием Синий Крест, которая занимается лечением больных животных». Фредди взял оттуда, по крайней мере, две из них. Куин Архивс утверждает, что Фредди даже посвятил свой сольный альбом «Мистер Бэт Гай» своему коту Джерри, а также остальным своим питомцам, подписав «Всем любителям кошек во вселенной». Innuendo, последний альбом, который он записал с группой, на обложке имеет рисунок Меркьюри, наряженного в одежду шута с кошками на плечах. В нем также присутствует песня под названием «Дилайла». При первом прослушивании вам может показаться, что речь идет о женщине, по крайней мере до тех пор, пока не прозвучит строчка о том, что она писает на всех его Чиппендейл сьют. В этой песне также есть гитарное соло от Брайана Мэя, напоминающее мяу. У Мэя за это время также было несколько кошек. В настоящее время его командировки не позволяют ему находиться часто дома, но, по словам Смит, он по-прежнему кошатник, а не собачник. Поклонники также нашли еще одну подсказку, говорящую о любви певца к кошкам. Она была обнаружена на внутренней стороне компакт-диска Classic Queen. Что касается его последнего портрета, то на нем Меркьюри облачен в строгую жилетку с кошками. При этом, если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, что изображенные на жилетке кошки нарисованы от руки самим Фредди. Также он носил ее в своем последнем видео «This are the days of our leaves». Наверное, самой известной кошкой Меркьюри была Дилайла – большая трехцветная полосатая кошка, которую музыкант взял к себе в конце 1987 года. Как говорится в тексте его песни и в книге Фристоуна, она полностью стала хозяйкой в доме и в значительной степени делала все, что ей нравилось. «У нее был настоящий характер, она была леди», говорит Смит. Дилайла была порой смешной. Для кого-то она была хулиганкой, при этом она всегда попадала на колени первой, в том числе первой во время еды. Джим Хаттон, партнер Меркьюри, в отношениях с которым певец находился в течение семи лет, также узнал о их особой с кошкой связи. Он описал Дилайлу как маленькую принцессу в их доме, ту, которую он чаще остальных брал, чтобы погладить. Также любимая кошка Фредди частенько могла спать у него на кровати. Фредди относился к кошкам, как к своим собственным детям, а рассказал он в своих мемуарах «Меркьюри энд ми». Он мог из-за них постоянно ссориться, а если же кому-то из них будет нанесен вред, когда Фредди не будет дома, да помогут нам небеса. Днем кошки бегали по дому и прилегающей к нему территории, а ночью кто-то из нас собирал их и заносил вовнутрь. Вот таким любителем кошек был Фредди Меркьюри. Подписывайся на канал, жми на колокольчик. Пока-пока.